внимание интернет внимание всем моим подписчикам вот вам сегодня еще интересный новый ролик очередной выкладываю вот меня снимает оператор сегодня звать его алексей вот у него машинка рено лёш какое рено 21 21 она старенькая сколько лет я девяностого года 90 года выпуска карбюраторное рено значит ребята приехал из питера еще раз акцентрирую из питера приехал ко мне и не зря приехал ну не совсем уж он ко мне приехал у него родители живут тут где-то километров 250 вот и он все-таки решил сам живет питере решил все-таки найти время и правильно сделал значит что за беда была на этой машине все его бы устраивало все бы ничего быть мотор работает хорошо и все у него хорошо и нет у него проблем вот сюда вот подойдем посмотрите вот карбюратор ребята обратите внимание тоже соликс тоже соликс как он лёш называется 2834 за 10 это понятно 2834 это у него диффузор размера не так пишется ребят ничем практически не отличается от наш смотрите лёш сюда вот эти ну практически наш карбюратор вот тут есть некоторые нюансы значит вот спусковым устройством здесь уже все у него уже своими ведь пальцы меня выживать уже начинает вот ну примерно все одинаково ребят но у него потеряны некоторые детали номер детали пускового устройства потеряны далее там еще с этим с устарением у него там проблема ну короче он изъявил желание поставить 7 3 карбюратор что мы ему и сделали вот сейчас мы с ним по стати сам су сам хороший парень рукастый он это сам сварщик да лишь сварщик молодец и умеет сам все делать то есть работа то практически большой не было он сам значит умел хорошо что у него вот эти вот размеры посадочные у соликсу наверно может у всех таки далее на наш 73 я только рассверлил на 10 половины рассверлил он как влитой сел а теперь лишь покажи им 73 карбюратор смотрите мужики ну просто сказка я ему предлагал значит здесь поставить обраточку сюда вот ее тройничочек вот такой ну мы сейчас посмотрим стоит это делать или не стоит принципе то конечно это хорошая вещь но он говорит у меня дядя наиль все было в порядке то есть я уже он уже катался на нем но были не три моменты значит жалобы были вот на том карбюраторе что он не мог отрегулировать холостой ход ну то есть бы он у него есть холостой ход свечи белые то есть богатый смеси нет он только их выкручивать чтобы чуть-чуть там холостой был поровнее они чернеют мы сейчас вот приважно ваших глазах будем испытывать этот карбюратор в данном случае он сейчас вас завел ну никаких проблем работает как часики швейцарские rolex короче вот мужики так лишь иди сюда давай все заваживай мужики вы посмотрите не шелохнет мотор 24 на 24 не такой который у него размер я поставил 110 первую камеру 115 ставил и остальные воздушные такие же как мы ее прогреем и скажем вам результаты издавых качеств сколько дорогих мужики ну вообще браток машина холодная вот видите какие у меня есть эти советчики ваша страна советов одни советчики итак внимание мы продолжаем ролик значит что мы здесь сделали сейчас лишь вот машина прогрелась у нас значит вы выходим на режим холостого хода мужики я просто в восторге работает изумительно он значит по моему совету может не по моему может увидел немножечко лизнул жиклер холостого хода делать этого касс не надо было мы отверну отворачиваем жиклёрчик холостого хода а он сразу глохнет это говорит о том что карбюратор не хочет больше жиклёр я ставлю 39 жиклёр и он у него горка появилась там середине в это диапазона винта и вообще работа как часы заведи лёш и вы смотрите ну сказка блин ну сказка сам бы ездил а вот а вот алексей питера ребята вот такое дело сейчас поставим фильтр и поедем проверять ездовые качества вообще конечно по большому счету надо было расход померить посмотрим сейчас посмотрим что это удастся на меня клиентов вон стоят смотрите сколько вон клиенты и никто не уезжает все стоят и так мы продолжаем наш ролик о карбюраторе значит всеми с третьим установлено рено направо вот теперь мы поехали проверять ездовые качества автомобиля вот вот алексей сидит нету работ конечно холостом это вообще чудо чудо работает замечательно что у него не на его на его карбюраторе на том на родном конечно можно было его посмотреть тоже но этот час мы посмотрим так лишь в левый ряд и пошли прямо ну ёпкиц слушай мне уже нравится у него микропроцессорная система зажигания то есть ничего там не регулируется все там процессор значит проверяешь малые в натяг третью в натяг все все чтобы где диапазон просто все можно убрать меня прямо ты же вот оттуда приехал а надо было дальше проехать и все и ты нас потерялся у нас утром еле нашли клиента нет понимаешь можно сделать бомбу вообще сейчас мы чуть-чуть добавим ты просто я не знаю как она ездила ну вот так она не ездила точно так не ездил я вообще четвертая 60 километров в час она вылетает мужики вот у кого такие машины пожалуйста берите пример вот это не моя идея вот самого поставил этот ратор ну замечательно просто песня я бы еще хотел вот расход бы мы его спросим лёш ты знаешь что сделаем давай не будем тебя держать ты все равно город не знаешь расход ты нам скажешь а когда ты со мной свяжешься значит на ютубе ну хочешь чтоб ты только публично говорил потому что твой опыт должен пригодиться кому-то еще и только в том случае надо обязательно делиться так ну вот ты отсюда приехал так лёш поворачивай направо ой налево значит там мы всех пропускаем пошел 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 он сюда да угу вот а там развернемся где-нибудь и назад и назад пошел пошел тут главный она вот блять с буксой трогается вот здесь разворачиваемся тихонечко 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 но с буксом вдвоем ее не было не разогнать вообще серьезно ну дай бы бог дай бы бог понравился звери вообще конкретные были да? направо? ага направо ты вот оттуда выехал с ульяновска и сюда надо было по той дороге ну не важно и можно и по этой вообще конкретно топчи ага ябл слушай она придавливает а двигатель слабенький 1,7 кубика а сколько? 76 76? да слушай ну это чуговитый для 76 ну вот четвертый она и то тянет с маленькой скоростью понятно ну дай бы бог дай бы бог дай бы бог все так хорошо не зря приехал не 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 такое вообще получилось даже больше то что я хотел я не думал что она будет презвая такая шестра ясно дай бы бог итак мужики мы продолжаем вот машина смотрите питерская вот Алексей хозяин машины сейчас мы с ним прокатились вы все видели видели историю ну так как мы это все делали вам не интересно там что установка и все остальные вещи вот Алексей ну что скажешь там мужикам ютубу мне просто интересно твое мнение о машине то есть ну твоя тих тих хозяин ребята как будто знаете двигатель заменили просто-напросто это не сравнить с тем что было и что сейчас есть на том карбюраторе на том карбюраторе утром вот он расскажи как ты утром заводился заводился утром очень долго сядет аккумулятор заряжаю опять завожу заводится очень плохо сейчас заводится с пол оборота пол тык и обороты держит обороты несмотря даже на перегазовки падают но встают на свое место как положено ну вот мужики думайте у кого такие есть машинки реношки старенькая правда 90-го года ну ничего чистенько ездить же прекрасно себя ведет машина ну по крайней мере лучше чем наши что еще сказать могу давайте всем привет с вами был я Наил Порошин до новых встреч до новых роликов давайте мужики дерзайте всего доброго мужики вот Алексей напоследок уже уезжать собрался он решил значит замерить токсичность на машине вообще-то ему нет никакого вот смотрите ребята 0,6 стоит СО СО то есть отличный диапазон регулирования вот смотрите 0,6 видите Леш давай гаси немножко еще норма норма до трех с половиной допускается а я ставлю всем один процент 0,8,1 а парень какой-то говорил ягод 0,25 0,25 это очень плохо давай Леш гаси вот смотрите мужики двигатель как работал как работал то есть прекрасный диапазон регулирование это чуть-чуть загаси и оставь оставь вот схватит все пусть пусть работает 0,5 0,4 0,3 ну это практически уже нельзя это делать отойдите Лешенька давай так ты видишь и двигатель работает отлично замечательно работает мотор а теперь давай поднимай мне до до двух процентов до полтора может поднимать откручивай ну конечно откручивай ну это нельзя так ездить ну что это переходный режим будет очень слабый я тебе скажу ты вывернул вывернул и стоишь ждешь 0,3 все ждешь стой стой все ничего не трогай пока он придет сейчас пока организатор вспомнит что нужно 0,4 откручивай 0,5 откручивай еще еще полтора оборота изумительно работает вообще отличный диапазон регулирования просто отличная машина еще так 0,6 0,7 0,8 0,9 1 в принципе уже хорошо Леша уже замечательно ничего не надо трогать ничего не надо трогать ты знаешь что ты всегда пройдешь техосмотр всегда на такой машине пройдешь техосмотр все все на этом всем привет еще раз прощаемся так как замеряли токсичность и все все это все 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 Продолжение следует...